Девушки отдыхают Уроки морфиков Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас читать слово Бода, а морфы будут мне помогать. Ну-ка, морфы, слово Бода! Чупа! Нет, нет, морфы! Показываем слово Бода. Ты буковку Б, вот так примерно. А ты О, ну вот так примерно. Да не О, А, Б. Совсем от бороды отбились. И пожалуйста, без вас урок проведу. Так, где мои буквы? Фуна! Это мои буквы. Ну-ка, верните их немедленно. Жу! У вас все равно ничего не получится. У кого Борода, то ты учитель. Иго! Дети, не смотрите, не читайте. Это неправильная Борода. И слова неправильные. Зуб. Э, гря, ам. Нос и квак. Бода, я поняла. Морфики учат нас читать свои имена. Бода, не уходи. Морфы не хотели тебя расстроить. Они просто хотели, чтобы мы выучили их имена. Но это же я, настоящий учитель. Конечно, ты. Вот и научи нас именам морфиков. Пожалуйста. Ну, даже не знаю. Ладно, уговорили. Научу. Итак, дети, сейчас я научу вас именам морфиков. Чупа, ося, уна, жу, кря-кря, ино, зуб, ам, нос, квак. Запомнили? Я не уверена. Ну-ка, повторите. Чупа, ося, уна, жу, кря-кря, ино, зуб, ам, нос, квак. А давайте придумаем стишок, чтобы проще запомнить. Ай, не перебивайте, дети. Сейчас я научу вас придумывать стишок, чтобы запомнить имена морфиков. Начинайте. Чупа, ося, уна, жу. Кто забыл, я подскажу. Кря-кря, ино, зуб, и ам, знаю всех по именам. Кто остался, нос и квак, повторяем дружно в такт. Чупа, ося, уна, жу, кто забыл, я подскажу. Кря-кря, ино, зуб, и ам, знаю всех по именам. Кто остался, нос и квак, повторяем дружно в такт. Разные языки. Привет, Бода! Ты говоришь по-китайски? Ой, я? По-китайски? А, конечно, я говорю по-китайски! Я сказал, какая сегодня хорошая погода! Нет, ты сказал, привет, дети! Сегодня я покажу вам иероглиф чай! Странная какая-то буква! Это китайский иероглиф! В отличие от букв, иероглифы могут обозначать целые слова! Этот иероглиф означает чай! А что это вы тут-то за разливалки устроили? Морфики проводят чайную церемонию! В Китае существуют древние традиции чаепития! Хе! Ишь, с чаем церемониться! Хе-хе! У нас сейчас урок по традиции! Хе-хе! Намасты бачу адзме апку сикаунга акшарча! Бода, а теперь ты говоришь на хинди и показываешь букву Че! С нее начинается слово «чай»! Какой же это чай, когда это что-то белое и непонятное? И немедленно прикатите это ваших хинди! В Индии чай часто готовят с молоком и специями! В Индии часто с молоком! А у нас сейчас непрерывно урок! Теперь ты перешел на английский! А это английская «ти». Звучит похоже на слово «ти», то есть чай! В Англии чай принято пить в пять часов вечера с бисквитами! Вам что, не покажи? Везде чай мерещится! Сконцентрируйтесь! Сейчас я найду вам правильный чай! Путай правильную букву! Так, дети, отвернитесь! Вам такое смотреть рано! Бода – это буквы из разных алфавитов! В мире тысячи языков! Это греческая буква, это еврейская, а вот арабская! Тысяча языков, говорите? Хм, хамэпыр парапумко! Бода, мы тебя не понимаем! Хе-хе, потому что дети! Я придумал новый язык – Бодояз! И сейчас буду ему вас учить! Учитесь! Это шмыхпа! А это… Грибот! А это кирдук, кирбан-пасхур! А морфики бобокосят бобокос! Ай-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м! Не слово больше! Кукурук! Бода, невозможно взять и придумать новый язык! Язык создается целым народом, тысячелетиями! Посмотри, что ты наделал! Не выношу, когда кукуруг плачет. Дети, быстро найдите мне понятные буквы. Смотри, вот русские буквы, а наш алфавит называется кириллица. Привет, дети! Сегодня я покажу вам букву Ч. На нее начинается слово Чай. Спасибо, Бода! You are very welcome, kids! Бода, ты опять потерял русские буквы? Нет, дети, я просто пью чай. Ну, я как будто бы весь такой англичанин. Буква и краткая. Урока не будет. Бедный Бодо, что случилось? Урок отменяется! Почему? Я собирался вам рассказать про букву и краткая, а оказалось, что ее не существует! Так вот же она! Ай, вы не понимаете! На букву Е начинается слово Йети. Кто такой Йети? Йети – это снежный человек, вымышленное существо. Вот, я и говорю, Йети не существует. Значит, и и краткого не существует. Ну и что, что снежных людей не бывает? Буква И краткая все равно существует. И на нее начинается много других слов. Каких таких слов? Назовите хоть одно. На и краткое начинается слово ЙОП. Существует! Спасибо, дружище, что спас урок! И краткое! Йоги – это слишком запутанно. Пусть Йога тоже не существует. На и краткое есть слово Йодель. Особая манера пения. Сейчас проверим этот ваш Йодель-шмодель. От вашего Йодля у морфиков замешательство. Все, запрещаем Йодель. Есть у вас там еще что-то на и краткое? Не такое пугательно громкое. Йоркшир. Графство в Англии. В Йоркшире я не был. Йеллоу Стоун. Супер-вулкан. Бода супер. Вулкан не супер. Йена. Деньги в Японии. У Йены курс к бодорубам не соленый. Я больше не знаю слов на и краткое. Я тоже. Как я забыла! Йогурт! Скажите тоже, йогурт есть. Нету йогурта. Но ты же его только что съел. Какая теперь разница? Если и краткого не существует, то и алфавита не существует. А раз алфавита не существует, то и меня не существует. А вы мне йогурта пожалели. Прощайте, дети. Бода, не исчезай. Ты же самый лучший учитель. Самый бородатый. Смотрите, в словах есть буква Е. Она существует. Говорите мне, говорите. Какой я? Рыжий. Красивый. Замечательный. Смешной. Хорошо же я вас научил. Кто здесь самый-самый на и краткое. Поучу еще. Это буква и краткое. И на нее начинаются слова. Йогурт, йога, йодль, йети. И все они существуют. Бода, но йети не существуют. Ай, запутали вы меня. Сами разбирайтесь, кто существует, а кто нет. А мы с йети пойдем чай пить. Я тебе так скажу, йети. Быть там или не быть, вот в чем вопрос. Ты, кстати, чем не бреешься? Я всем не бреюсь. А ты? Аксюмороны. Привет, Бода. А что это ты делаешь? Привет, дети. Разве не видите? Я спешу. Надо все успеть к Новому году. Тогда почему же ты лежишь? Эх. Чтобы все успеть, надо спешить медленно. Вот так. Бода, спешить медленно – это такое выражение. Оно называется аксюморон. Что еще за аксюморон? Аксюморон – это сочетание слов с противоположным значением. Некоторые из них стали устойчивыми выражениями. Например, спешить медленно означает все делать быстро. Но без суеты. И тогда все успеешь. Или ужасно красивый. Это означает очень красивый. Как раз собирался научить вас, как устроить аксюморительный Новый год. Чтобы уж наверняка запомнился. Здорово. Начнем с ужасно красивой елки. Вот, удивительно, прекрасная уродина. Последнюю ухватил. Эм, может быть, нарядим ее обычными чудесными игрушками? Эти игрушки недостаточно аксюморонистые. Эть, оп, оп, оп. Что ты делаешь, Бода? Для нашего аксюморончатого праздника нужны идеальные квадратные шарики, прозрачные, как деревяшка. А лучшее угощение – горькие сладости и горячее аксюмороженое. Знаешь, Бода, пожалуй, ты уже достаточно аксюморительно подготовился. Давай просто повесим гирлянды и положим подарки под елку. Точно! Подарки! Что это за бумажки, Бода? Это цены! На аксюморонном празднике все подарки платные. И чуть не забыл – яркое праздничное затемнение! Видите? Мы опоздали как раз вовремя. Пойдемте скорее тихо пошумим хлопушками. Вот такое у нас аксюморительное грустное веселье! Бода! Кажется, морфикам не нравится такой праздник. Потому что аксюморон – это не когда ты специально выдумываешь удивительные вещи, а когда ты описываешь обыкновенные вещи удивительным образом. Как, например, обжигающий холод. А-а-а! Помогите! Горю! Нет, Бода, ты не горишь. Обжигающий холод – это такой аксюмора. Вот, согрейся. Это я с вами уже на аксюмом моронился. Давайте что-нибудь привычное посочетаем. Вот, например, чай. Прекрасно сочетается с вареньем. А впереди еще Старый Новый Год. Это Новый Год по старому календарю. Можно провести его не так аксюморительно. Старый, новый, новый, старый. Вы меня совсем запутали. Видите, как я вас научил ненаучаемому? Буква «Ф» Привет, дети! Привет, Бода! Сегодня я расскажу вам про букву «Ф». А морфики покажут слова, которые с нее начинаются. «Ф» – очень фажная буква. Не фажная, а важная. На «Ф» начинаются важные слова. Фраг, фуфайка, фокача и кровать. Кровать начинается с буквы «К». А заканчивается на «Ф». В кровати вообще нет буквы «Ф», а на «Ф» начинается футболка, например. Ну все. Раз вы все время меня не слушаетесь, я вообще больше не буду вас учить. А морфики не будут ничего показывать. Как ты не будешь нас учить? Ты же учитель. А я сменю профессию. Буду мне... Фокером. Хорошая профессия. Важное! На F начинается! Я знаю! Факир это бродячий фокусник Он показывает необычные трюки, а зрители кидают ему монетки Во! Я Факир, а вы мне кидайте монетки, поняли? Бода, кажется тебе нужно потренироваться Ой, да и не очень-то я и хотел быть этим вашим Факиром Буду лучше фараоном, на F Фараон это не профессия Так называли цари в Древнем Египте В честь некоторых них построили пирамиды Уговорили! Можете построить честь меня пирамиду Тебе не жалко морфиков? Ты будешь сидеть на троне, а они тяжелые камни таскать И не надоело вам спорить? Лучшее вон задание выполните Назовите четыре профессии на F На букву F Футболист Фермер Фокусник Фотограф Неплохо, неплохо Жаль, мне ничего не подходит Неохота мне фотографировать фокусы футбольных фермеров Все! Нет для меня профессии Прощайте Бода, сейчас появляется много новых профессий Ты можешь стать кем угодно Что? Кем угодно на F? Тогда я стану футзиямой Вот! Футзияма это гора в Японии Я имел ввиду не футзияму, а фрикадельку Я маленькая фрикаделька Всегда не ма... Молчу, значит Бода, ты, конечно, похож на фрикадельку Но фрикаделька это не профессия Вы правы, дети Никуды что из меня фрикаделька Что же такое придумать? Самое важное для буквы F Во! Не то! А может... Ай, ерунда какая-то придумал! Знаете, кем я стану? Кем, Бода? Я стану учителем! Но учитель начинается с U Видали? Как я хорошо вас научил! И букву F запомнили, и букву U Вот что главное! А учителем можно быть на любую букву Потому что это самая важная профессия!